Всем здарова ребят и сегодня утром Majestic нам подготовил и дропнул новую машину BMW 5 серии G60. Именно поэтому сегодня вы увидите полный тест и подробный обзор на эту машину со всей информацией. Поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита кто кушает. Let's fucking go! Но если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании и регистрируйся. Вводи мой промокод москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней платин вип. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой slash promo mosquin. И не забывай вступать в мой дискорд канал, там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайды и фкарт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а я буду начинать, let's go! Ну что, начнем пожалуй с того, что давненько Majestic нас не радовал новыми тачками и вот это свершилось. Надеюсь разработчики будут делать это намного чаще. Ведь согласитесь, приятно видеть какие-нибудь прикольные тачки, особенно что-то необычное. Кстати, напомню вам, для тех, кто не знает, как нам заявило руководство, что больше, к сожалению, новых машин за донаткоины мы не увидим. Что, конечно же, очень печально. Но так или иначе, все новые машины будут продаваться за верты. В том числе, та самая новая BMW 5, к которой мы плавно переходим. Эта машина, конечно же, представлена в самом дорогом автосалоне Majestic Motors номер 7. И как только выходит новый автомобиль, он продается со временной скидкой в 10%. И ее цена составляет 5 миллионов 850 тысяч баксов. Но в скором времени скидка пропадает, и ее цена останется прежней 6,5 миллионов. Но перед тем, как я расскажу ее характеристики, приобретаем ее и отправляемся в тюнинг. Ну что, ребят, вот мы и переместились в тюнинг. Давайте первым делом смотреть на обвесы. Тут они, конечно же, есть. Представлены сразу же несколько обвесов, в том числе и в М-пакете. Как в антихроме, карбоне, так и в кованом карбоне. Они все представлены пока что со временной скидкой, поэтому вы их тоже сможете приобрести сразу же. Но имейте в виду, что, скорее всего, как пропадет скидка на данный автомобиль, то и, соответственно, скидка на приобретение данных обвесов тоже пропадет. Цены не особо большие, поэтому довольно-таки приятная всякая движуха тут присутствует у нас. Повторюсь, антихром, кованный карбон и так далее. Также тут есть, получается, еще и стайлинг в цвет кузова. Точно так же в антихроме, карбоне, так и в кованом карбоне, как вы можете заметить. Типа вот, видите, всякие ставки вот такие вот меняются, решеточка, все дела. Поэтому тут, как говорится, на вкус и цвет. Лично мне нравится карбон, поэтому давайте я его и приобрету. Так вот, оплата коинами, бам, все отлично. Теперь мы переходим в технический тюнинг. Давайте смотреть, что вообще по ценам. Двигатель стоит 780 тысяч, давайте его сразу же поставим. Бам, приобрели. Дальше у нас тормоза 292 тысячи 500. Ну, тоже более-менее. В конце, конечно же, посчитаем, сколько общая стоимость тюнинга у нас обошлась. Коробка передач точно так же у нас 292 тысячи стоит. Приобретаем ее. Гудок, соответственно, я ставить не буду. Подвеску выбираем 390 тысяч баксов. Тоже ее давайте поставим. И у нас получается турбонаддув 682 тысячи баксов. Ну, в целом нормально. Причем, ребят, важно понимать, что у нас все машины, которые продаются за верты, они крайне дорого тюнятся вообще, нежели машины, которые продаются за Majestic Коины. Эту информацию как бы не все знают, но так или иначе, если вы уже давненько играете, то имейте представление об этом. Ну, имейте в виду. Ну, а сам полный тюнинг, если вы еще не успели посчитать, обойдется вам в 2 миллиона 436 тысяч баксов. Ну, а сейчас я буду отправляться ее красить, всячески какую-то красивую ее делать, поэтому сейчас все вы и увидите. В общем, я не знаю, какой цвет к этой тачке идет, но такой более-менее матовый я сейчас поставлю. Давайте быстренько, чтобы сейчас сильно не задерживаться, потому что так или иначе, вам нужна конкретная информация по данной машине, сколько она едет, что и так далее. Поэтому сейчас мы быстренько вот ее затюним, выберем какой-нибудь там прикольный цвет. Давайте прям сразу такой черный поставим, такая черная матовая она у меня получилась. А диски я оставлю, пожалуй, стоковые, потому что тачка новая, поэтому будем, соответственно, с ней. Также что у нас дополнительно, что у нас есть? Давайте посмотрим винилы. Винил у нас тоже присутствует, как вы видите, различные. Кстати, винилы очень классно выглядят. Кстати, вот это тоже черный, неплохой. Вот такой бело-черный какой-то, not bad, not bad. Это у нас опять черный, это у нас двойной такой цвет, обычный. Ну, в общем, винилы тоже присутствуют, и давайте какой-нибудь там поставим сейчас. Ну, мне понравился, если честно, вот такой. Я такую чисто черную ее матовую оставлю, поэтому приобретаем за 225 тысяч именно данный винил. В целом, неплохо. В принципе, больше про эту машину рассказывать нечего, поэтому я отправляюсь на трассу ее замерять. Итак, первым делом, конечно же, затестим именно стоковую версию данной машины. Сейчас у нас слева вся информация от драги, поэтому можете тоже смотреть. Но так или иначе, я вам буду озвучивать. Поэтому на раз, два, три нажимаем газ. Раз, два, три. Так, полетели. Итак, стараюсь первые такие секунды ехать вперед. У нас разгон от 0 до 100, 2,5 секунды. В целом, неплохо для стока. Машина хорошо едет. Сейчас посмотрим, соответственно, на ее максималку. Пока что она едет 200, у нас 35, 237. Разгон, в целом, неплохой. Кстати, по управляемости она мне напоминает какую-то Corolla. Вот это XV, я не помню, как она часто называется. Ну, в целом, кстати, управляемость у этой машины хорошая, даже в стоке. Будет очень интересно посмотреть, как она сейчас поедет в полном тюнинге. Так, у нас сколько максималочка? Давайте ее до конца разгоним. Сейчас я не буду там всячески заходить в повороты. И у нас максималка показывает уже 273. Короче, это ее максимальная скорость. Результаты неплохие, поэтому давайте уже отправляться тестить полный тюнинг. И следующая на очереди у нас машина в полном тюнинге. Поэтому нажимая газ, полетели. Разгон от 0 до 100, 2,2 секунды. В целом, тоже неплохо. Сейчас давайте ее разгоним. Кстати, разгоняется она очень быстро. И управляется намного даже лучше в полном тюнинге. Хотя это и логично в целом. Мне эта машина в целом нравится по управляемости, по разгону. И в соответствии ее цены. Но мне не нравится эта машина в плане внешки своей. Жопа напоминает мне обычную реально какую-то Corolla. Также передок, ну блин, вообще не мое на самом-то деле. Возможно, любители BMW, там каких-то таких новых кузовов, эта машина понравится. Но лично мне она почему-то не заходит и как будто бы меня не цепляет. Ну как машина, это очень даже хорошее. Поэтому я бы даже ее поставил в какой-нибудь там топ машин до 10 миллионов. Потому что там реально можно в соответствии этой цены купить что-то реально хорошее. И вот эта вот BMW пятерка просто самый идеальный вариант. Я думаю, вы в дальнейшем увидите видеоролик. Я вам все расскажу и покажу подробно. Но в целом, мне эта машина зашла. Но, повторюсь, не нравится мне ее, соответственно, внешка. А так, машина очень топовая. Давайте ее разгоним до максималки. Потому что я до сих пор не разогнал. Потому что я тестил этот, как его, ну управляемость, вы сами понимаете. Так, машина у нас пока что едет. 300, сколько она должна поехать? 300 с чем-то, да? А, ну 300 она и едет, короче. А, нет, даже больше, походу, да? 303 у нас. 305. Вот, все, ее максималка. Я словил, походу, 305. Ну, в целом, неплохая, кстати, максималка для такой цены. Машина за верты продается, поэтому прям очень даже хорошо. Кстати, вот на скорости от 280, как будто бы она чуть сложнее заходит в повороты. Но, в целом, вообще не страшно. Поэтому машина очень даже хорошо себя ведет на дороге. Можно сказать, рекомендую. Так или иначе, выбор уже на вкус и цвет. Кстати, давайте также посмотрим ее багажник. Он составляет у нас 80 килограмм, что в целом неплохо. Также, что у нас топливо, это премиум, поэтому машина заливается именно им. Вот такой вот у меня обзор получился. Напишите обязательно в комментариях, будете ли вы покупать данную машину. И что вы, собственно, думаете. Будет очень интересно почитать. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые актуальные видеоролики. Ну, а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про поддержку. Обязательно лайк, подписка и комментарии. Ну, а с вами был Москвин. Всем добра и позитива. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok